В то время как на востоке большой страны начинался новый день, 22 июня 1941 года, на западной границе Советского Союза еще продолжалась самая короткая в году ночь. И никто не мог даже предположить, что этот день станет началом самой кровопролитной войны, которая продлится долгих четыре года. Сегодня, спустя 79 лет, руины и фрагменты отдельных зданий цитадели рассказывают больше, чем учебники и книги. Трещины в их стенах и бойницах, словно морщины, с годами становятся грубее и отчетливее показывают масштаб трагедии. Последние выстрелы Великой Отечественной войны отгремели давно, но 22 июня навсегда останется Днем памяти и скорби. Память – самое главное чувство. Память о тех, кто пролил кровь, о тех, кто остался здесь навеки для того, чтобы мы жили сегодня с вами. Наши дети, наши близкие, родные – это, наверное, самое главное чувство. Амбрича нам, наверное, нужно помнить эту дату, потому что мы живем в таком городе, который первый принял на себя удары войны. Поэтому сегодняшнее мероприятие – это не просто чувство патриотизма, это чувство, наверное, человечность, памяти. И мы должны помнить об этом и знать об этом. Пандемия коронавируса внесла некоторые коррективы в формат проведения мероприятия. Была отменена реконструкция, однако это нисколько не сказалось на желании людей быть в этот важный для нашей общей истории день вместе у монументов мужества и жажда. Не ради славы, а ради жизни на земле погибали защитники Брестской крепости, порой не сохранив для нас даже своих имен. Безымянными рядовыми бойцами Родины многие из них полегли на крепостных камнях, но их подвиг жив в сердцах. Дед воевал, у меня по маминой линии дед, дошел до Берлина, был пулеметчиком, был контужен, тяжело ранен. На его глазах, вот у нас семейная такая история, возлагались, водрузил Егоров и Контария флаг на Трихстаг. Поэтому, да, такие рассказы есть, нас это коснулось, поэтому мы так близко воспринимаем и захотели прийти почтить. 22 июня это день памяти, все-таки в этот день началась война, и началась она именно здесь, в Бресте. И живя в Бресте, будучи брещанами, наверное, по-другому мы просто поступить не можем. Родной брат моего деда дошел до Берлина, воевал, как бы был награжден медалями. Дед мой был еще молод, достаточно ему было 15 лет, ну, наверное, как все юноши, тоже рвался, но был дома вместе с матерью, потому что мать вырастила деда и брата. В торжественном митинге Рыквями принял участие глава государства. Александр Лукашенко возложил цветы к вечному огню и минутой молчания почтил память тех, кто много лет назад совершил этот последний, но очень важный подвиг. Обращаясь к присутствующим, президент подчеркнул необходимость сохранения общей истории, ведь на основе подвига поколения трагических сороковых закладывался фундамент жизни современных белорусов. Мы с вами должны помнить, что все, что мы сегодня имеем, несмотря на то, что мы создали это своими руками, принадлежит не только нам. Оно принадлежит прежде всего им и будущему нашим детям. Мы и только мы должны строить свое государство. Мы и только мы должны решать судьбу, свою судьбу и своих детей. Пусть каждый наш день будет прожит во имя памяти тех, кто сражался и умирал ради нашей жизни, ради нашего будущего, ради сегодняшнего, в чистой, уютной, зеленой, красивой Беларуси, трудолюбивой, с умным и мудрым народом. И пусть Господь нам даст эту мудрость навсегда, чтобы мы могли жить своим умом и на своей земле. Низкий поклон и вечная память героям Великой Отечественной войны. Не жалеет время седовласых героев, ветеранов войны иногда подводят здоровье. Это понятно, возраст. Многим из них далеко за 90. Но на таких мероприятиях ветераны всегда в первых рядах. Александр Лукашенко поблагодарил их за то, что они остаются рядом, являются источником мудрости и жизненных принципов, главным из которых является сила духа. Как показали события войны, мощь человеческой сущности сильнее бомбежек и обстрелов. Образ Брестской крепости стоит в одном ряду с обороной Москвы, Сталинграда, с Курской битвой. Выражая своим присутствием признательность подвигу героев в стенах цитадели, мы отдаем дань уважения всем, кто прошел через жерло войны. Ведь только в крепости сражались представители более 30 национальностей. И все они выполняли свой священный долг. Они защищали большую родину, хотя родились за тысячи километров от Бреста. Война вошла в жизнь нашего народа ненавистным воем вражеских бомбах, разрушенными городами и селами, миллионами загубленных жизней на фронте, в концлагерях, в тылу. Если бы по каждому погибшему была объявлена хотя бы минута молчания, то практически 30 лет молчал бы весь мир. А тем временем над Брестом встает мирный рассвет 2020-го. И вспоминая подвиг солдат цитадели, понимаешь одну очень важную истину. Каким будет новый день, зависит от каждого из нас. Продолжение следует...